С нами на связи Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик. Геннадий Владимирович, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Да, добрый вечер всем, кто нас видит, слышит. Добрый вечер, ведущим, конечно, в первую очередь. Геннадий Владимирович, смотрите, я хотел бы, чтобы вы, знаете, вот дали, скорее всего, не оценку, но просто вот тут в сюжете мы давали позицию аналитика Андреса Умланда, да, и он говорил о том, что у России был определенный шанс, да, стать вот составной частью вот такого европейского проекта, но вот не сложилось, не срослось. А вот по вашему мнению, Геннадий Владимирович, почему вот главная причина того, почему не получилось, почему вот это могло бы, да, вот как-то вот, ну, не срослось с этим в Российской Федерации во главе с Владимиром Путиным? Отвеченный стандартно, потому что как раз ровно, сейчас я вспомню, посчитаю сколько, да, ровно 32 года назад в октябре был расстрелян парламент в Москве. А после была принята Конституция, которая, в общем, по большому счету, была принята под Брея этого Гельцина и под президента, и она поставила крест на развитие демократии России. Демократия России была с этого момента обречена, а дальше свой вопрос уже времени, лиц, персонали, обстоятельств и так далее, и тому подобное. То есть обречение России на вот недемократическое будущее произошло в декабре месяце 1993 года, а ровно как раз мы будем отмечать с вами, сколько получается, 30 лет. Сейчас случилось 30 лет назад. В Конституции были даны гиперполномочия президенту, разрушены полномочия парламента, уничтожены полномочия судебной системы, Ну а дальше уже вопрос техники. Ельцин не захотел доводить дело до маразма, а вот Путин захотел, он получил неограничную власть, он ее узурпировал и понял, что эта власть не только доставляет массу удовольствий, но и приносит огромное богатство, роскошь и так далее. Удержаться он от этого не мог, он страдает комплексами неполноценности со своей юности, комплексами неполноценности Питерского двора, коммунальной квартиры и желание отомстить всем, кто его обижал в детстве. Ну вот, собственно говоря, все это проявилось, потому что Конституция давала возможности уничтожить любую демократию в России. Просто это происходило медленно, постепенно, и были еще какие-то иллюзии, надежды, что этот процесс удастся остановить, но, к сожалению, мы все проиграли. Вот сегодня мы имеем с вами еще не финал, предфиналье, я бы сказал. Мы еще не знаем, какой страшной трагедии может закончить Путин свое правление, что произойдет, сколько еще жизней унесет его диктатура, его агрессивные хунты военные. Мы с вами еще не знаем, чем он закончит, но уже список его преступлений, его чудовищного разрушительного воздействия на Россию, и на все окружающие, на другие окружающие страны. Он уже ужасен, он уже огромен, но это еще не финал. Владимир Владимирович, вы говорите предфиналье, да, но предфиналье, да, это вот сейчас состояние дел, как я понимаю, со всеми входящими и вытекающими. А вот каким вам видится, соответственно, тот финал, да, о котором вы говорите? Есть ли какие-то, знаете, более-менее вероятные, да, истории или какие-то треки, да, развития ситуации? Или тут мы не сможем загадывать наперед, что же произойдет? Ну, есть оптимистический и пессимистический вариант, и есть драматический и трагический вариант. А вы какие хотите? Чтобы я озвучил все, пожалуйста, я готов. Ну, а как вы более склонны, да, вот рассматривать наиболее вероятность? Я как реалист-пессимист раньше был, сейчас превратился в реалист-оптимист. Я считаю, что 24-й год будет для Путина последним. В 25-м году что-то должно произойти, его не будет. Я не знаю, что, я не знаю, как, но, мне кажется, накопление предпосылок для крушения путинского режима продолжается. Да, конечно, он сейчас может, может быть, не дай бог. Вот самый плохой сценарий для мира, ну уж тем более для российской оппозиции, это то, что Путин получит мир, захватив какие-то территории Украины. Это самый негативный сценарий, самый опасный для мира. И он может быть реализован. Тогда будет плохо замораживание режима, превращение доходного замораживания. Замораживание какое-то очень короткое время, а потом новая война против Казахстана, против, наверное, Армении и Грузии, против Молдовы и так далее и тому подобное. То есть нужно будет подтверждать имидж непобедимого, отмороженного руководителя, который всему миру грозит ядерной катастрофой. Самый оптимальный вариант – это внутренний элитный переворот, но на него никто не работает. Потому что одна российская оппозиция, он не в состоянии подготовить или, скажем, подготовить условия для его совершения, а ни на Западе, ни в Украине этого не понимают пока еще. И поэтому вот эти усилия, они остаются только в проекте. Он самый благоприятный, самый быстрый, самый эффективный и самый безопасный для всего мира, в том числе, в первую очередь, для Украины и украинского народа. Второй вариант, конечно, ждать бунта, бессмысленного, беспощадного. Может быть, вы знаете, я уже начинаю говорить, что вот война миров, вы если помните такой роман Герберта Уэллса, там марсиане захватили землю, начали там измываться над землянами, что там земляне не делали, ничего не могли сделать. А потом марсиане умерли. И умерли они от насморка. Вот такая безобидная болезнь, которая их уничтожена. Вот у меня такое впечатление складывается, что что-то произойдет такое, вот что-то похожее, что путинский режим погибнет от насморка. Но до этого еще надо дожить. Я все-таки оптимист, я считаю, что что-то произойдет. Я считаю, что все-таки сознание поменяется и на Западе, и в Украине. О необходимости формирования специального плана по борьбе с патинизмом как таковым, как явлением. Конечно, безусловно, триггером краха патинизма. Одномоментом его максимальном ослаблении будет победа военная Украина, за что мы ратуем каждый день и стараемся эту позицию доводить до западных политических кругов, до гражданского общества, журналистов, различных общественных организаций и так далее. Вот. Ну, будем надеяться на лучшее, потому что худший вариант – это ядерная война, которую несет сотни миллионов людей. Надеюсь, что до этого не дойдет. Вот ты когда у Путина самого спрашиваешь, да, очень часто, он последний год особенно. Если честно, вы знаете, Геннадий Владимирович, мне так интересно, я вот загуглила, посмотрела, вот какие-то достижения Путина до 2020 года, даже Блумберг, смотрю, Форбс что-то там озвучивал, даже описывали, да, вот Форбс, смотрю, там, 2017 год, Путин смог стать геополитиком глобального масштаба и так далее, и так далее. Как-то после 2020 года нету каких-то определенных таких побед или достижений, если мы говорим. Но вот что сам Путин, если проследить, о чем он говорит, то чаще всего, как достижения, именно достижения, так и говорит Путин, это достижения России в ядерной сфере являются фантастическими. Постоянно, как бы, вспоминает ядерную сферу, вспоминает, и, ну, понятно, почему вспоминает, таким образом, постоянно напоминая, якобы, как будто бы кто-то не помнит об этом, напоминая о том, чем владеет Российская Федерация в данном контексте. У нас остается несколько минут. Вот, Геннадий Владимирович, если мы говорим о реальных победах и достижениях Путина в 2023 году, если там было, да, он стал геополитиком глобального масштаба, как писал Блумберг еще в 2017-2018 году, то сейчас Путин и своими же руками привел Российскую Федерацию в изоляцию. Какое, скажем так, антидостижение главное Путина в 2023 году? Ну, уничтожил все отношения с Западом. Всегда Россия становилась маломальски продвинутой цивилизованной страной с достижением в науке, в искусстве, во многих других сферах, когда у нее развивались отношения с Европой, в первую очередь. Вот если мы возьмем исторические периоды, как Россия только начинала упрочнять и развивать отношения с Европой, Россия давала миру примеры, шедевр, в искусстве, в науке, в каких-то иных сферах, в изобретениях и прочее, 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 в балете. Не важно. Важно, что Россия становилась цивилизованной европейской страной хотя бы частично. И как только вот эти периоды изоляются, они приносили России одни войны, разочарования, проблемы и так далее и тому подобное. Вот я думаю, что самое главное антидостижение это разрушение всех взаимоотношений с главной составляющей мира, вот этой демократической коалиции, которая является и драйвером прогресса и его источником этого прогресса. Вот Путин отбросил страну на десятилетия назад. Ну, Игнатий Владимирович, знаете, вот если мы говорим об определенном таком единстве, да, сегодня такая дата и уже, наверное, кто-то видел там вот этот концерт вот, знаете, там был момент, который сейчас разносит, да, что вот там русские и так далее, и так далее, а вот сейчас вот это единение, вот как по-вашему, оно вот работает вокруг Путина, вокруг подобных шаманов и вокруг того, что вот, а вот могут и кнопку нажать, знаете, как сказал бы Соловьева, Киселева и Скобеева вместе взят. Нет, нет, ну понятно, никогда такого раздрая не было, как сейчас. Это раздрая началось в 14-м году, я все время говорил о том, что кризис прошел не просто по обществу, не просто по государству, он по семям прошел. И сейчас вот война в Украине, она разделила общество на непримиримые составляющие, у которых нет диалога между собой, кстати говоря. И это трещина прошла то же самое по семям, по поколениям. Взаимная ненависть в одной семье может доходить такого, что семья разваливается. Это говорит о том, что там никаким единственным и не пахнет, и, естественно, страна раздербанена на различные составляющие гражданского общества вообще как такового. Не существует, существуют какие-то отдельные сегменты этого общества, отдельные осколки этого общества. Поэтому все на самом деле так плохо с точки зрения мнения, как, наверное, не было, может быть, даже никогда в российской истории. Все-таки не было такого, что, ну, вот, наверное, может, 17-е, там, 20-е годы, когда там действительно врат на врат поднимался. Может быть, с этим еще можно сравнить периодом. То есть такой полюсов ненависти, многочисленных полюсов взаимной ненависти и отторжения не было еще никогда в российской истории. Вот это вот надо понимать, что день лицемерия сегодня отмечается. Не единства, а тотального лицемерия и такого махрового уровня лицемерия, который, в общем-то, трудно даже придумать. Ну, в общем, это пляска на костях, по большому счету. Когда там во время, когда начинаешь войну и говоришь, мы идем, мы устанавливаем мир. Что-то похожее. Глумление. Вот этот праздник глумления над единением, я бы даже сказал. Ну, это вот есть все, да. Только что погромы были в Махачкале. Какое же это единение, если страна готова к погромам на счет раз-два-три вот так и пошел погром. Вот одно из достижений, да, тоже можем приписать Владимиру Путину. Геннадий Владимирович, спасибо вам за разговор, благодарим за то, что присоединились к эфиру телеканала Freedom. Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова